День борьбы с аллергией Такие дни регулярно у нас проходят, они организованы управлением здравоохранения города Краснодара, но насколько они популярны среди жителей нашего города? Мы говорим о том, что это мероприятие позволяет, во-первых, избежав всякого рода формальности в плане очереди, в плане записи, электронных очередей, прийти любому желающему в поликлинику, которая выбрана для проведения профильного по заболеваниям такого дня здоровья, пообщаться с доктором-специалистом, в нашем случае с аллергологом. И несмотря на то, что выведение диагноза может требовать какого-то времени, определенных диагностических манипуляций, тем не менее разговор с доктором, в том числе о профилактике, о гипоаллергенном быте, например, о группах риска, что делать, что не делать, он аттуален. И для этого эти дни, конечно, удобны для населения. А население-то идет само? Идет. То есть активно люди интересуются своим здоровьем? Все это устроено таким образом, что в какой-то из поликлиник проходит День здоровья, и в этот день туда приходят не только те, кто проживают по территории этой поликлиники, а просто весь город. А помимо аллерголога какие-то другие специалисты еще должны проверить человека? Как правило, смежные специальности. То есть, допустим, может быть аллерголог и пульмонолог. Может быть аллерголог и дерматолог. Может быть аллерголог и лор-врач. То есть вот смежные специальности, как правило, компонуются, это достаточно удобно. Потому что мы говорим, что дерматолог, например, неплох, если есть кожная форма аллергии. Пульмонолог неплох, если какие-то респираторные рениты, скажем, осложняются астмой или хобл. Лор-врач понятно, потому что рениты это его очень, в первую очередь, в том числе. Александр Алексеевич, аллергия это бич, наверное, нашего времени. Насколько много жителей города Краснодара, Краснодарского края страдают от этого заболевания? Ну, точные данные, занимается этим как бы статистика. Но если очень навскидку, для нашего края актуальна эта вещь, потому что у нас очень сильное цветение растений. У нас много зелени. У нас, к сожалению, к большому, я могу даже сказать, что это небольшая территория земного шара, где произрастает самый плохой, в кавычках или не в кавычках, аллергенный сорняк, это амброзия. Неусловия для опыления сорных растений, которые вызывают достаточно мощную аллергию на Кубани, к сожалению, очень хорошие. То есть для Кубани это очень актуально, ну, даже в сравнении, скажем, с какой-нибудь средней полосой или с северными районами страны. Александр Алексеевич, оправдали ли, что аллергия бывает врожденной и приобретенной? Ну, я не могу так сказать, потому что мы говорим о том, что аллергия под собой имеет некий иммунный механизм контакта с аллергеном в определенный период формирования антител к этому аллергену. И затем запускается механизм именно патофизиологической реакции, клинической реакции. Поэтому вот все-таки говорить о том, что аллергия однозначно врожденная, нет. Она проявляется с определенного возраста, к сожалению, этот возраст может по своему сроку быть большим. То есть она может появиться в 3 года, она может появиться в 25 лет. Это данный конкретный случай. В общем, так говорить нельзя. Скажите, пожалуйста, можно ли все-таки уберечься от этого заболевания, предотвратить его как-то? Какие меры можно предпринять? Ну вот, отвечая на этот вопрос, я бы начал с чего? Что я бы определил некие группы риска, да, кому из пациентов следует остерегаться, даже тем, у кого вроде бы и нет сейчас клинических проявлений, и на что смотреть, что видеть впереди себя и позади себя, да. Мы говорим о том, что, скажем, полинозы, аллергические риниты, астму бронхиальную, как правило, получают те пациенты, которые имеют другие формы аллергии до этого, имели, да, это одна группа риска. Респираторные аллергозы, это всегда, ну не всегда, но достаточно часто другие виды заболеваний, то есть это простудные заболевания, это синуситы, это риниты всякого рода. Если мы говорим про кожные формы аллергии, то здесь очень большую роль играет работа, какие-то неполадки в работе желудочно-кишечного тракта, потому что кожа, так образно говоря, это всегда зеркало того, что делается у нас внутри, во внутренних органах, и прежде всего в желудочно-кишечном тракте, то есть на это надо обращать внимание. И, соответственно, если данные пациенты вот в своем анамнезе, да, в своей жизни имели подобные, какие-то состояния, они могут теоретически остерегаться и предполагать, что, возможно, у них будут аллергические заболевания, и в этом случае дальше, то есть одно мы сказали, что мы говорим другое, по возможности не контактировать долго, часто и с большим количеством аллергенов, достаточно сильных, да. Но, к примеру, например, там не надо во время цветения амброзии, а человеку, который часто болеет простудами, ходить по полю, там, заниматься сельхозработами и так далее. Это один из примеров. То есть можно, абсолютно не зная причин, вдруг обнаружить у себя аллергию? Ну, как правило, приходят пациенты, которые там примерно так говорят, что у меня никогда не было. Я всегда на комбайне работал, я всегда ходил по полю, я там механизатор или я агроном и так далее, и работаю уже 10 лет, и амброзию я нюхал, и все остальное. Но вот в этом году у меня появилось... Это всего лишь группа риска, то, о чем я сказал. Это не абсолютная какая-то линия, если было так, то будет вот так. Но, тем не менее, об этих группах риска, когда мы говорим о какой-то возможной профилактике, хотя бы теоретической, помнить стоит. Правильно ли я поняла, Александр Алексеевич, что аллергию можно приобрести и в достаточно зрелом возрасте? Статистически, ну, скажем так, средний такой период статистически, когда человек получает клинические проявления аллергии, это с раннего детского возраста, ну, и примерно в среднем, до 40-45 лет. То есть здесь мы можем сказать, что люди пожилого и престарелого возраста, если у них никогда ничего не было, вряд ли заболеют. А вот как раз, что и плохо, что страдающее население в основной своей масти – это дети и молодые, работоспособные люди. Все понятно. Скажите, пожалуйста, очень многих тех, кто страдает аллергией, интересует, наверное, самый важный вопрос. Есть ли новые передовые технологии лечения этого заболевания? Вопрос вот такой вообще риторический. Я бы ответил так, что мировая наука сейчас в основном идет по пути изобретения более безопасных и более эффективных лекарств для контроля над симптомами, то есть в первую очередь, для того, чтобы увеличить, как мы говорим, качество жизни. Для того, чтобы человек не страдал, он мог быть более работоспособный, или если он не может работать, просто работоспособный. И вот эволюция лекарств, да, почему я не сказал слово «лечение», сказал «контроль над симптомами». Да, это два разных понятия. Это основная задача, да. Но в отношении генетической предрасположенности к атопии, к склонности к синтезу антител, во всяком случае, когда мы говорим про пыльцу растений, здесь, пока наука не научится контролировать генетику атопии, вот, наверное, будет все идти так, как сейчас. Классические методы, я обязательно хочу о них сказать, да, это лекарственные препараты в виде таблеток, инъекций, мазей, спреев, которые применяются в обострении. Самый старый метод – это аллергеноспецифическая иммунотерапия, когда мы вводим аллергены, виновные, либо инъекционно в виде уколов, либо перорально, то есть в виде там таблеток, и пытаемся выработать блокирующие антитела, то есть как-то снизить фазу образования антител и дальнейшего иммуноответа бурного во время контакта с аллергеном. Это второй такой базовый метод, и, наверное, он первый базовый метод. Ну и гипоаллергенный быт – это то, с чего мы с вами начали. То есть если мы понимаем, что у нас есть аллергия на, скажем, все весенние луговые злаки – это цветение, май, июнь, на осенние сорные травы – это конец июля, там, октябрь, то данным товарищам не нужно заниматься сельхозработами, им не нужно пребывать в какой-то местности, особенно, мы говорим, полевой, да, в сухую и ветреную погоду всегда хуже этим товарищам, чем в прохладную и дождливую. И прекращение контакта с аллергеном, либо по возможности прекращение, ну, скажем, на время цветения амброизы выезд в тот регион, где она не выцветает, да, прекратить контакт с аллергеном, контролировать себя медикаментозными лекарствами и вне сезона цветения проводить аллергеноспецифическую иммунотерапию. Спасибо, Александр Алексеевич, что вы к нам пришли. Думаю, что с удовольствием и с большим вниманием наши зрители посмотрят эту программу. Обязательно приходите к нам еще. Спасибо вам, всего доброго.